Дмитрий Денисович Славьев Еще 8 лет он учится во втором классе и входит в детский совет общественной палаты при Министерстве строительства России. Наряду с еще 20 москвичами и семью жителями регионов. Всем от 7 до 14 лет. Полтора года они активно участвовали в совещаниях совета в дистанционном режиме. Ну просто мама предложила, я согласился и меня приняли. На самом деле, чтобы попасть в детский совет, Дмитрию Денисовичу пришлось пройти всероссийский отпор. Выиграл его идеи летающего за хозяином дома. С таким в поездках не заскучаешь по любимым игрушкам. После конкурса Дмитрию Славьеву доверили разработать проект благоустройства общественного пространства. Вместе с мамой советник министра объездил весь город в поисках подходящей для строительства площадки. Мы живем очень просто и дружно. Но, как и любого министра, у нас бывает, что работа министра разделяется на всех домочадцев. То есть идеи дают министры, а реализацию порой помогают все домочадцы. Несколько месяцев прошли за изучением технической литературы, исследованием почв и возможностями подведения инженерных коммуникаций. Стала ясная проблема. В Тольятти не хватает мест, где летом можно бесплатно провести время у воды. Создать такой Дмитрий Денисович предложил в итальянском сквере. Это напоминает Жигулевские горы. Ну и еще там можно лазить, отдыхать. А вот это, чтобы как батуты прыгать. Мне кажется, у некоторых людей недостаточно денег, чтобы в аквапар сходить. И я придумал бесплатный, чтобы все туда ходили. В аквапарке Соловьева есть зона Самарского края с Жигулевскими горами и скалодромом. И Италией с фонтаном в виде дерева, в чашу которого, если попасть из водяного пистолета, всех ребятишек окатят водой. На основной работе Дмитрия Денисовича во втором А-классе. Его общественную деятельность поддерживают, отзываются о ней позитивно. Лучший друг объясняет всеобщую поддержку тем, что у Соловьева и его сверстников общие цели. Я хочу увидеть Тольятти чистым и чтобы в нем были умные люди. Конечно, я была очень удивлена, что такой ребенок маленький. Он все-таки учится во втором классе всего-навсего и уже смог достичь таких высот, можно сказать. Ему интересно все. То есть и игры, и обычные занятия. Видно по ребенку, что он очень много читает. Он начитанный ребенок. Ему абсолютно все интересно. В декабре Дмитрий Денисович ездил в командировку в Москву. Побывал в Московском государственном строительном университете и в лаборатории, где испытывают строительные конструкции. Встретился с членами студотрядов и принял участие в заседании общественного совета при Минстрое России. Все это лишь утвердило советника, министра в мысли, что многое нужно менять. Он и другие члены детского совета уже знают, в какую сторону. Чтобы весь мир был хорошим, чистым и экологии было много. Ну и машины летали. Как и в любом министерстве, должность в детском совете дается на 4 года. Удостоверение Дмитрия Денисовича действительно до 2024. Тереть время юный советник министра не намерен. Со дня на день он начинает изучать архитектуру и урбанистику, чтобы вместе со своими коллегами из Совета стать строителем будущего.